Что ж, этот разбор затянулся. Сильно затянулся. Но вы ждали не зря, и сегодня ваши страдания купятся сполна. Разбор вышел практически на 20 минут, поэтому, как вы понимаете, сегодня вы получите огромную порцию информации. В качестве предисловия стоит отметить, что ту кашу, которую создатели выдали нам, назвав трейлером, мы ювелирно постарались разложить по полочкам, чтобы максимально приблизиться к тайнам мультфильма. Ах да, если вам понравится разбор, и вы захотите сделать нам что-нибудь приятное, вступите, пожалуйста, в нашу группу ВКонтакте. Думаем, вы и так знаете, что там круто. Приятного просмотра. В начале трейлера нам показывают карту острова. И хотя она разительно отличается от той, которую мы видели в первой части истории, изображенный на ней знаменитый Большой Зал и разрушенная Великим Смутьяном статуя Викинга позволяют легко узнать в чертеже Олух. По всей видимости, это обновленная версия карты мира, и будет еще не раз фигурировать в мультфильме. После мы становимся свидетелями разговора Стойка и Икинга, в ходе которого отец сообщает сыну о существовании тайного мира драконов, а также о том, что однажды ему предстоит его отыскать. Данную сцену нам спойлернули еще давным-давно, и мы ее, соответственно, уже разобрали. Поэтому не забудьте после этого ролика посмотреть наши предыдущие видео. В нем вы откроете для себя Стойка с новой стороны, получите примерные координаты местонахождения упомянутого им драконьего логова, а также узнаете имя человека, который разжег в душе этого воина ненависть к драконам. Далее по трейлеру мы видим сцену, которая явно относится к началу мультфильма. Ее главным героем выступает Икинг, в растерянности смотрящий на переполненный драконами остров, и очевидно пытающийся придумать, что же ему делать с крылатыми существами, которые в прямом смысле этого слова садятся людям на голову. Судя по следующему эпизоду, выполненному в точно такой же цветовой гамме, что и предыдущий, логично предположить, что Икинг вместо решения проблемы надумал от нее сбежать, как он это любил делать раньше. В прошлой части, когда его отец заводил серьезный разговор о том, что ему предстоит стать вождем, тот сразу садился на беззубик и отправлялся искать новые территории. По всей видимости, в данной ситуации парень решил поступить так же, подтверждением чему являются лежащие на земле карта. После мы видим беззубика, играющегося с металлической ногой своего друга. Дракон сильно нервничает, когда кто-то другой претендует на его игрушку, и поверьте, нам эта ситуация до боли знакома. Многие знают, что у нас есть попугай, так вот, он очень любит монетки, и не дай бог у него их забрать, поверьте на слово. А учитывая то, что создатели частенько кладут в основу характера своих драконов поведение животных, то это стопроцентное попадание. Кстати, принимая во внимание тот факт, что рядом с беззубиком находится Громгильда, можно предположить, что где-то за кадром наверняка скрывается и Астрид. Судя по местности, в которую полетел беззубик, именно там произойдет его встреча с Белоснежной Фурией. Остальные кадры, относящиеся к этой сцене, мы с вами уже неоднократно пересмотрели. Но один интересный эпизод, достойный внимания, среди них все-таки есть. Так, в нем мы видим беззубика на всех парах, мчащегося в неведомом направлении. Судя по тому, что на нем уже нету пряжки и съемного красного хвоста, капризная красотка наверняка их забраковала. И чтобы добиться ее расположения, ему пришлось избавиться от своей экипировки, пожертвовав при этом возможностью летать. Многие из вас наверняка будут спрашивать, что за трек играет в данной сцене. Поэтому сразу ответим, что данная песня называется «Учусь летать». И в ней содержится очень много интересных строчек, которые, мы уверены, натолкнут каждого из вас на собственные мысли относительно развития сюжетной линии предстоящей картины. Например, «Я учусь летать, хотя у меня нет крыльев». Или «То, что взлетело, рано или поздно должно опуститься вниз». Далее по трейлеру, Икин Киастрид пытаются придумать имя новому дракону. К нашему удивлению, нужный вариант приходит им в голову не сразу. Лишь спустя определенное время герои заключают, что подружка Беззубика – это дневная фурия. Интересно, что подобное название данному виду мы дали еще за неделю до выхода первого трейлера картины. И честно говоря, нам очень приятно, что оно оказалось правильным. Исходя из предыдущих тизер-роликов, у нас сложилось впечатление, что именно Беззубик станет инициатором отношений с прекрасной незнакомкой. Он будет всячески проявлять интерес к драконихе, в то время как она будет воротить от навязчивого кавалера нос. Но на самом деле все оказалось куда интереснее. Дневная фурия, как видите, тоже пытается привлечь внимание Беззубика. Она строит ему глазки и скачет перед ним, как грациозная лошадь. Дальше по трейлеру с дневной фурией будет связан еще один смешной эпизод. Речь идет о той ситуации, когда она, увидев Икинга, восседающего на ее Беззубике, мощным ударом хвоста отправила парня в длительный полет. Интересно, что до того, как темпераментная дракониха появилась в поле зрения, на небе можно было заметить полупрозрачный летящий силуэт. Скорее всего, теория о том, что дневная фурия выпускает залп огня с целью себя скрыть, а не ускорить или телепортировать, верна. Чуть ранее нам показывали сцену, в которой ночная и дневная фурия, взмыв в небо, образовали в полете сердечко. Здесь Беззубик, как ни странно, уже имеет возможность летать самостоятельно, а на месте ранения у него находится полноценный хвост. До трейлера нам спойлерили один из кадров предстоящего мультфильма, и в нем, судя по всему, Икинг что-то мастерил, а дракон, в свою очередь, с интересом наблюдал за процессом. Видать, в этой сцене Икинг изготавливал своему другу хвост, чтобы тот мог спокойно летать со своей подружкой. По предварительным данным, новый, усовершенствованный хвост будет сделан из чешуек Беззубика. Следующий кадр переносит нас в эпицентр в жестокой бойне. Здесь и Беззубика, как видите, уже полноценный хвост, а значит, эта битва происходит явно не в начале мультфильма. Интересно, что сражения, протекающие в подобной обстановке, нам показали еще в первом трейлере. Вот только тогда у падающего замертого Беззубика был старый хвост. Видимо, вооруженные стычки при заходящем солнце станут неким трендом этого мультфильма. Что касается конкретно этого эпизода, то по всей вероятности, описанные в нем события относятся уже к концовке битвы, так как флот изрядно потрепан, а из кораблей клубится дым. Также при просмотре данной сцены в глаза бросается огромная скала. К слову, ранее она уже мелькала в некоторых промо-материалах, и скорее всего неспроста. По всей видимости, эта скала стала для жителей Олуха новым домом. После того, как они были вынуждены покинуть родной остров. В следующей сцене нам показывают Валку, которая сообщает своим близким, что на них надвигается армада. Судя по тому, что внешние персонажи ничуть не изменились относительно прошлой части, а их одежда ничем не отличается от той, в которой они повстречали дневную фурию, есть все основания полагать, что события данного эпизода происходят в начале мультфильма, когда наши герои еще находятся на Олухе. По лицам персонажей видно, что они очень сильно обеспокоены, а Икинки вовсе поддерживают свою мать, чтобы та не упала. Скорее всего, Валке пришлось сражаться с врагом, в результате чего женщина, должно быть, получила ранение. Судя по рогам, виднеющимся в данном кадре, женщина гладит своего верного дракона-штормореза, очевидно, благодаря которому она смогла уцелеть. Далее по трейлеру мы видим, что Гриммель сумел захватить двух фурий, применив против них некое оружие. Раньше было неясно, что это за штуковина и для чего она предназначена. Но теперь нам стало понятно, что с помощью нее даже самый свирепый дракон усмиряется в считанные секунды. Также в этой сцене можно заметить, что драконья армия Гриммеля понемногу возрастает. И если в прошлом трейлере мы видели только четверых смертохватов, то теперь перед нами предстают уже целых шесть. К сожалению, наверняка неизвестно, есть ли в арсенале Гриммеля еще подобные существа. Но судя по его захватническому настроению, можем предположить, что есть. Еще одной интересной деталью данного кадра является чуть выступающий нос корабля. Чтобы вы понимали, это то самое судно, на котором во второй части плавал Драга Блудвест. У нас на канале есть видеоролик под названием «Что случилось 20 лет назад», в котором среди многочисленных догадок и версий, одна посвящена взаимоотношениям Гриммеля и Драга. Так, по нашей теории, данные злодеи были врагами. Если допустить, что данное предположение верно, то становится совершенно очевидно, что по доброй воле Блудвест вряд ли бы позволил какому-то выскочке распоряжаться своим личным флотом. Поэтому тот факт, что Гриммеля разъезжает на корабле Драга, которого, к слову, не показали ни в одном из трейлеров, может означать только одно. Последний на момент событий третьей части уже мертв. Что ж, давайте-ка снова вернёмся к усмирительной установке Гриммеля и двум обездвиженным с помощью неё фуриям. Далее по трейлеру мы видим точно такую же сцену, но происходит она уже при дневном свете. Честно говоря, подобная резкая смена дня и ночи вызывает недоумение, да и вообще поначалу выглядит как троллинг со стороны создателей. Я Дин Деблуа одурачил тебя, Азаза. Но при более внимательном рассмотрении данного эпизода становится ясно, что в действительности описанные здесь события разворачиваются практически вечером, так как справа можно заметить некое оранжевое свечение, являющееся по всей видимости закатом. Очевидно, именно в этот момент Гриммель атаковал викингов и похитил фурий. Те же в свою очередь бросились спасать своих крылатых друзей, и в результате потасовка переросла в масштабное кровопролитное сражение, продлившееся до глубокой ночи. Также в данной сцене есть одна деталь, которая вызывает у нас огромное беспокойство. Так, когда наши герои бросаются на помощь фуриям, в небе можно увидеть Эрета, восседающего на крушеголовье стойка, а также летящего позади него штормореза, на котором по какой-то причине нет валки. Почему одна из самых крепких дружеских пар находится не вместе, неизвестно, но искренне надеемся, что с Валкой все в порядке. Учитывая то, что в этом эпизоде уже нет никакого сопротивления, битва завершилась. Вот только не так, как бы нам хотелось. Главные герои потерпели поражение, а злодей заполучил редких драконов. Что касается сцены с драконами, которых запирают в клетки, то нужно признать, что к вышеописанным событиям она не имеет никакого отношения. Просто создатели очень органично связали два отдельных момента, чем в очередной раз ввели зрителей в заблуждение. Здесь, как и в прошлых кадрах, мы наблюдаем плененных гриммелем фурий. Но в этот раз в глаза бросается одна интересная деталь. Так, если раньше в подобной сцене у Беззубика отчетливо был виден черный хвост, то теперь, как вы можете заметить, он у него красный. Это означает, что в данном эпизоде показана одна из самых первых стычек наших героев с гриммелем. И она происходит до того, как викинги покинули Олух. Интересно, что отрывки из этой битвы нам демонстрировали еще в прошлом трейлере. И, как вы, возможно, помните, одним из ее ключевых моментов было падение Беззубика. Дракон, не способный летать самостоятельно, стремительно начал терять высоту, рискуя разбиться. К счастью, Беззубик остался жив. Но, учитывая всю серьезность произошедшего, Икинг решил сконструировать для своего друга хвост, который бы позволил дракону управлять своим телом без помощи наездника. Вероятно, из этой битвы наши герои выйдут победителями и сумеют освободить всех заключенных драконов. Но в то же время они будут понимать, что гриммель так просто не сдастся и обязательно предпримет еще одну попытку осуществить свой злобный план. Поэтому викинги примут решение найти тайный мир драконов, чтобы спрятать там своих крылатых товарищей. Так, соблюдая хронологию событий, мы переносимся на остров Олух. И, судя по колоннам, перед нами большой зал. За столом обсуждения можно заметить Эрота, который уж слишком много мелькает в кадрах. Вероятно, ему готова на более важная участь, чем нам кажется. А также Смаркалу, Рыбьенога, Икинга, Валку, Плеваку, Астрид и Беззубика, на котором все еще есть упряжка. И, скорее всего, именно после этого важного собрания, Икинг сделает дракону новый хвост. Обратите внимание, что на столе находится карта и какая-то книга. Скорее всего, собравшиеся сейчас вовсю гадают, где же находится мир драконов, сопоставляя всю имеющуюся у них информацию. Также в этой сцене на стене зала можно увидеть портреты Астрид и Смаркала со своим драконом. Вероятно, из-за того, что данные персонажи являются самыми выдающимися наездниками, их удостоили честью украсить самое главное здание острова. Следующая сцена является одним из самых эпичных моментов трейлера, потому что в ней мощь Гриммеля проявляется на полную катушку. Так, на глазах у подчиненных, злодей демонстрирует свое преимущество перед драконами и дает окружающим понять, что он опасней их в десятки раз. Кстати, в этом кадре позади Гриммеля можно заметить клетку с белым драконом. Вполне вероятно, что этим драконом является как раз Дневная Фурия, когда на мужчину нападает Крушеголов, которые, судя по раскраске, родом из Тайного Мира Драконов, смертохваты бросаются вперед, желая растерзать обидчика своего хозяина. Подобная реакция кровожадных существ свидетельствует о том, что Гриммель со своими драконами невероятно близок, и они готовы ради него на все. Интересно, что на долю секунды в кадре мелькает какой-то человек с густыми каштановыми волосами. Учитывая то, что все солдаты-злодей оснащены шлемами, то, по всей видимости, данный персонаж не имеет отношения к его подчиненным. Вполне возможно, что этим загадочным человеком может быть Икинг, которому злодей показывает всю свою мощь. Здесь мы видим, как Гриммелю с помощью всего лишь одной стрелы удается усмирить свирепого дракона. Скорее всего, она была пропитана каким-то парализующим ядом, так как в противном случае животное пришло бы в бешенство от такого наглого обращения. Кроме того, в пользу данной теории говорят два важных факта. При разговоре Икинга со злодеем у последнего на стреле можно заметить какое-то зеленое свечение, явно свидетельствующее о том, что она обработана какой-то отравой. Также, по имеющейся информации, у драконов Гриммеля на хвостах есть жало, в которых содержится сильнодействующий яд. По всей видимости, Гриммель извлек его, и на основе данного вещества сделал себе оружие. Я заберу твоих драконов! Нет, ты не сделаешь этого! Ооо, поверь, я это сделаю! Бла-бла-бла, ты не заберешь моих драконов! Безубик! Следующий кадр в эмоциональном плане является самым сильным из всех, что нам показали. Приведенный в боевую готовность протез Молот Плеваки очевидно говорит о том, что незадолго до этого момента происходила ожесточенная битва. Также на броне Валки и Икинга можно заметить глубокие царапины и оторванный наплечник, что лишний раз доказывает правдивость нашего предположения. Еще одной интересной деталью этой сцены является борода задираки. Обратите внимание, что если раньше она была красиво уложена, то теперь не только потеряла презентабельный вид, но и значительно уменьшилась в размере. Далее по трейлеру будет сцена, в которой парню ее случайно подрежут, из-за чего тот придет в неописуемую ярость. Так что, скорее всего, этот момент происходит уже ближе к концу мультфильма. Здесь мы видим плачущего Икинга, что, в свою очередь, является серьезным поводом для беспокойства. Единственный раз, когда парень находился в подобном эмоциональном состоянии, была гибель стойка. Тогда парень тоже пустил скупую мужскую слезу, провожая в последний путь своего отца. По всей видимости, в этой сцене Икинг тоже навсегда прощается с кем-то важным. Вероятно, с драконами, которые улетают в свой тайный мир, где им будет наверняка лучше. Следующая сцена, в которой нам показывают Икинга, прыгающего в пропасть, также является весьма любопытной. Здесь у него почему-то нет его механической ноги. Очевидно, что он потерял ее в бою, который на данный момент в самом разгаре. На парня внезапно выскакивает смертохват, и, к сожалению, увиденного не развидеть. Пожалуй, это самые страшные и отвратительные драконы, из всех которых нам доводилось наблюдать. Благо, Икинга спасла Валка, уцепившаяся за хвост штормореза. Учитывая то, что все происходит на фоне скалистой местности, определить место и время битвы невозможно, так как в мультфильме уж слишком много подобных локаций. Следующей остановкой в нашем путешествии по трейлеру становится тот самый тайный мир драконов. Судя по тому, как ведет себя Беззубик, возвышающийся над своими соплеменниками, он стал альфа-драконом не только у себя на родине, но даже здесь. Интересно, что в этот момент рядом с ним находится Дневная Фурия. Данная картина очень напоминает ситуацию, когда король произносит важную речь, а его королева стоит рядом и во всем его поддерживает. В общем, как вы понимаете, Фурии не просто влюблены в друг друга, их объединяет нечто большее, и, возможно, даже материальное. Например, маленький черно-белый наследник. Кстати, помимо подружки Беззубика, в Тайном мире драконов можно заметить еще парочку Дневных Фурий. Держим пари, что они не единственные проживающие здесь представители данного вида. Просто остальные не попали в кадр. В компанию коренных обитателей Тайного мира, как ни странно, затесался и Крушегало Феррета. Исходя из чего можно сделать вывод, что в данный момент времени здесь находятся и другие известные нам драконы. Такие, как Громгильда или Сарделька. Но удивительнее всего для нас оказалось увидеть в этих краях Великого Смутьяна, дракона Драгоблудвеста. Очевидно, свирепый зверь пересмотрел свои взгляды и стал добрым. Но тем не менее, просто так простить ему убийство Стоика мы не можем. Поэтому надеемся, что он сможет искупить свой грех, защитив при этом важных нам героев. Субтитры создавал DimaTorzok